Бангладеш, куда бежали тысячи мусульман Рахинджа, не оправдал их надежд. Известно, что на протяжении уже нескольких лет местные полицейские занимаются безудержным вымогательством и преследованием беженцев, вместо того, чтобы защищать их. Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Тех, кто пытался скрыться от этнических чисток в Мьянме, не оставляют в покое и в соседней стране. Батальоны вооруженной полиции действуют в лагерях, где проживает почти миллион представителей меньшинства без гражданства. Беженцы рассказали правозащитникам, что их безопасность ухудшилась после того, как так называемые защитники взяли на себя ответственность за безопасность лагеря в 2020 году. Как оказалось, полиция требовала от жителей лагерей огромных взяток и угрожала беженцам арестом, если они не заплатят. Также в отчете правозащитной организации говорится о том, что семьи часто были вынуждены продавать золотые украшения или влезать в долги, чтобы освободить несправедливо задержанных родственников. Полиция обычно требовала от 100 до 400 долларов США, чтобы избежать ареста, и от 500 до 1000 долларов за освобождение задержанного члена семьи. Власти Бангладеш все обвинения правозащитников отрицают и называют их отчет сомнительным. Наблюдатели отмечают, что жители лагерей Рахинджа сейчас испытывают двойное давление. С одной стороны, ежедневное насилие со стороны криминальных группировок самих Рахинджа, которые расплодились в беженских лагерях, а с другой – такое же насилие со стороны силовиков, которые должны их защищать. Насилие в отношении Рахинджа длится на протяжении десятилетий, и сейчас примерно миллион беженцев живут в Бангладеш. Алиф ТВ. Один на миллион.